У нас есть также предание из Старого Завета о трёх сыновьях Ноя – Сим, Хам и Иофет, которые образно означают расселение людей по планете. А как расселяли людей к такому принципу и куда? Ной и его сыновья – это собирательные названия групп людей как бы отдельных племён. То есть это были не люди как вот отдельные, а это были отдельные как племена. То есть какие-то, я бы даже сказала, родовые союзы. То есть вот такой как родовой эгрегор, который расселялся. И, соответственно, после того, как на Землю переселяли людей уже после катаклизмов, после войны и после всех катаклизмов, я уже говорила, что с Венеры успели всех вывезти и впоследствии их отправили на Десару. Но некоторые люди захотели лететь с ними на Десару. А некоторые с Венеры, наоборот, на Землю. То есть вот такое как перемешивание произошло. И произошло так, что на Землю вернулось чуть больше людей, чем было вывезено. Да, чем было вывезено с неё. Потому что некоторые были с Венеры. На Марсе все люди были уничтожены. Практически, да, за исключением там группы, примерно, мы сейчас показываем, 200, которые все отправились тоже на Десару. То есть у них был свободный выбор, на какую планету переселиться. Да, у них был выбор, и, соответственно, вот они им воспользовались. И на Землю, когда вернули, ну, примерно, он мне сейчас показывает, как я уже говорил, с последствиями 8 тысяч, еще около 2 тысяч именно были с Венеры. И около 10 тысяч, значит, вернули на Землю. И они были разделены, ну, можно так сказать, на 3 группы, которые условно называются там СИМ, АМ и ЭФИН. Да. И эти уже названия, они были даны, они уже были даны, они уже были даны Моисею. Это уже, потому что Моисей, я об этом уже писала гораздо позже, для объяснения того, откуда появился его народ. Ну, его конкретно народ, из какого, из... Типа группы. Да. То есть там было объяснено, все это в форме, что у Ноя были 3 сына, и, соответственно, от одного из них пошли вот евреи. А от двух других все народы. Это было сделано... Причем он был сказан именно про Ноя и его трех сыновей, а не про других. Это было сделано для того, чтобы люди, именно среди евреев, потому что это было передано им, через их пророк, там, доктёров, именно чтобы евреи больше ощущали родство всех народов. Если бы сказали, что они от разных народов, что это были там разные люди, а не 3 сына, то они бы с большим высокомерием относились бы к другим народам, потому что не считали бы себя с ним единым. А так, можно было сказать, что во всех людях течёт кровь Ноя, которая спас всех людей. Да, очень мудрая мысль и применение науки образности. Это называется применение науки образности для воспитания молодой цивилизации. Как тебе так? Да. Очень мудрая мысль.